Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за Египет в Sid Meier's Civilization VI Rise and Fall. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Продолжение следует... Вот так вот, есть еще порох, пороховница. И ягоды есть еще. А у тебя есть карточка на путь? Слушай, Артем, вот ты сейчас даже апнул уже в современные танки, у тебя все равно армия меньше, чем у меня. Ну, о чем это говорит? Это при том, что я не апал еще в современные танки, у меня стоят эти рыцари. Я почему-то не думаю на тебя нападать, как и в прошлой игре. А думаю, оба знают, что рано или поздно этим бы закончилось. Нет, это не может рано или поздно этим закончиться, когда другой человек по очкам побеждает. Открой счет, посмотри, сколько у него очков, насколько мы отстаем от него. Ты захватывай... Вот ты даже вот для примера, посмотри. У меня империя 455 очков. Естественно, захватывая города, они становятся меньше. Ну, предположим, ты 300 получишь даже, не 400... Даже 400, если ты получишь, то это 1256. Даже если ты все 455 получишь, но ты не можешь получить все 455, потому что при захвате города становятся меньше. Ты полностью меня захватываешь, и ты все равно отстаешь по очкам от Сандро, у которого сейчас уже 1448. Го мир и Го на него. Я тебе все отдам города, забирай все города его. Согласен. Вот так круто. А мне все города поляк, если вы поможете мне кислить. Я как я могу забрать его города, если ты тут стоишь, она не будет отваливаться все равно по лояльности. Я с Сандро и так уже воюю. Это не война. Ну, я в войне имею в виду. Я не могу, просто я не могу с ним воевать, потому что как раз ты тут стоишь. Поэтому я предлагаю дружбу, союз и Го. Слушайте, военный союз, брата, тебя подбивают на плохую поступок. Я тебе честно скажу, ничего не получится, и все. Сам это видишь по территории. Так же и со мной у него не получится. Ну, как бы вот самый простой вот в цели вектор это лидера. Я считаю, не знаю, что делать, надо его придерживаться. Ну да. И хотелось бы, конечно, чтобы еще и я раб как-то. На нашу сторону встал. Я очень удивлен, что Сандро ядерки не взял, но ему, видать, не с руки кидать. А, фантом у нас. Ракета строение открыл и спутники открыл. Понял, фантом и летать будет. Попробую. Ну, правильно, а что еще ему делать? Это самый верняк. А у него... О, вот самый главный ученый. Читает, он читает люто. То, что сказать, ну, а... Ну, как не читать? Нет, ну, ты сейчас в всех городах проекты делаешь, у тебя всего лишь... А, вот, 525. Ну, блин. Ну, тут не знаю, нам не нравится. На грани фола, так сказать. Что ты имеешь в виду? Конго. Конго. Конго, посмотри великого человека, торговца. Быстрее. Аравия. А мне почему тогда суток был? А это... Ну, это же опять та же штука. Типа, кто быстрее возьмет, да? Да, да, да. Абон, там, по лобби. Нет, нет. Когда лишние очки. Ну, первый торговец дороже. И все вот ждут, ждут. Кто-то первый берет, и потом они становятся нехарцами, и там сразу... Не иметь, что лучше на арабы нападать даже, чем на... Конечно. Я из язерного оружия, ребят. И что? Ну, как бы, чтобы ко мне не приехало, я это просто разбомблю. А, ну да, ты же уточнил на это. Да. Ну, можно по-разному приезжать. Не обязательно захватываем, нужно грабить. Не, подожди. Тут смысл как раз в том, чтобы захватить ради очков. Опа. По-моему, в данном смысле смысл, чтобы ты не влетел. Именно. А, ну вы это имеете в виду? Потому что... О. Ну, это будет игра на победу с Андро. Ну, как если на победу с Андро? Да, на победу с Андро. Да, что-то везде с Андро на победу. Ну, чтобы я не успел лететь, и... При этом сами-то не приобретаете. Хорошо. А если ты улетаешь, то есть, если тебе не мешать улетать, это игра на твою. Альтернатива, как альтернатива, это попытаться захватывать города с Андро, чтобы у него отобрать очки. И так, немец не хочет. О, карта на плюс шесть уже пропала. Блин. Здорово, ребят, как у вас здорово. Замечательно. А что, не торопиться уйти? Альтернатива, как альтернатива, как альтернатива. Любят, друзья, у меня кончаются деньги. У всех кончились. Я, конечно, на дату, там, даже у меня два юнита убил. Два юнита, но... Их просто в три ряда стоит, знаете? Дезморально. Добро пожаловать. Продолжение следует... 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 ты же просто еще за чепуха как так-то ты просто я вообще не кликаешь нет ты не кликаешь но хочешь ничего бы не изменил самом деле я просто консультирую факт что я только сейчас понял что ты хвост еще не технологий хищения шага саверфорс как тянутся тягивать блин я так отлич там такая территория интересная я что-то уже запустил спутник точно хорошая территория интереснее не могу жаловаться что-то У вас там, я не понимаю, что союз, что ли, с головой? Да, нет, я не скажу так. Я бы точно так же и сделал бы. За 22 хода до конца игры улететь вполне реально. Реально. Вполне. Поэтому в данном случае, как бы это ты у нас, главный претендент на победу Анисандрова. Ну, так и восстановил ужас. Как я с ним в союзе? Я с ним в союз продлил, буквально вот, я не видел, что он в ракетостроении вышел, когда я продлевал с ним союз. А мы когда продлевали, я еще не вышел. Хитрый фантом, вот фантом хитрый. Я по-хорошему вышел в ядерки. Ну, в общем, я так. Вышел в танки, вышел в ядерки, вышел в композиты. Вышел в ядерки, вышел в ракетостроение, вышел в спутники, вышел в композиты. Я, кстати... О, я... Понимаете, я бы поехал сейчас на Араба, но мне очень долго ехать. Мне вот реально 9 ходов только до его территории отсюда, поэтому... И он сейчас... И он на тебя ядерку сбросит, как ты приедешь. Да мне пофиг, это все ерунда. Ну, как бы, ну, я приеду, ешь, не буду кулаком одним заезжать. Я заеду так, как надо. Ну, и что? Будем кидать ядерки по периметру. Это сразу несчастье. Как только несчастье, это сразу минус по промке. И он будет вечно страдать там. Это нормально. Ничего страшного в этом нету. Просто я не доеду. Я бы... Я бы поехал, но я не доеду. Ты чувствуешь, что, Артем, ты не на того... Ты постоянно не на того нападаешь. Что происходит? Поворот не туда. Поворот не туда. Ну, так, Лёш, а что ты на Союзе заключаешь такие, как... Да потому что, да, я видел, я видел, что он в ядерке вышел. Я это видел, конкретно. И то, что он в ядерках. Я был полностью уверен, что он сейчас пойдет на лодках кидать ядерки на голландцы. То есть, как было, собственно, в нашей прошлой игре с Фантомом. Потом. Смотри, можете на дачу. Или кидать ядерки на нас бы он стал, типа, чтобы наши города захватить. Вот именно я из этого исходил. Я не думал, что он в ракетостроении улетать будет. Не, он все отлично, правильно, сделал. Сидишь себе там один. Никого рядом нет. Только друзья вокруг. Пирожочек. Да. Не, ну, тут как бы без, это... Я без, ну, это все, все правильно. Поэтому я бы, я бы поехал. Ну, я не доеду. У меня реально 8-9 ходов только до границ. Я уже буду с качечкой воевать. Да, качка? Да. Ну, дело мы можем даже, а не уже, что за ушки пошли. Не знаю. Может, даже до конца игры получится воевать. Так, мы до конца игры повоюем, мне кажется. И, конечно, тут все манипуляторы. Да как манипуляторы? Каких манипуляторы? Это же сила. Я когда-то на манипуляторе работал. Манипулировал. Чем ты манипулировал? Расскажи. Лишней. Лишней. Одной. Выпалая клешня была вообще. Вообще, как вариант, в самолеты никто не выходил? Вот вы говорите, ядерки, ядерки. Берешь, бомбишь просто с самолетами всю территорию. И норм. Так они и контрятся очень легко. Нет. Нет. Ядерки, да. Самолеты не так-то просто законтрить. Это говно, которое ездит или ставится в городах. Это все такой трэш. Я потом расскажу, если нужно будет. Нет. Контриться ядром. Это вот... Если без ядера, то самолет, конечно, лучший выбор. Тогда мне кажется. Если есть возможность. А с ядерками просто в аэропорт кыдаешь. Не дает ядерок. Вот слишком как-то она легко дается. Ты напишешь ядерку? Нет. Ты должен понять, что самолеты ты не можешь пропать. Тебе выгодно эти по нижней ветке. Если бы ядерка была за самолетами, а не за танками, то тут бы уже были варианты, что ты можешь... Идешь в самолеты, чтобы ядерку может было с самолета бросить. Ну, как, по-моему, в пятерке так было. А здесь она почему-то за танками. То есть тебе тупо по науке смысла нет. Еще бессмысленно. Зачем? Ну, зачем? Ну, да, единственный вариант. Блин, я не пробиваю. Атомар СИЗО. Все буду долго. А я не знаю, где мне еще позицию можно удержать. Это почти в 10 разницы. Просто много. Нормально. Это 17 на... Сколько там? На 35. Где-то так будет. 20 на 35. Плюс тут еще... Вот холмы, да, вот эти. Еще плюс 3, там плюс 6. Кадь, я даже не смотрел. А, где это было? А, этот. больно у меня есть секретный план варвароса я его вижу видишь да да него еще стрихо ну а ну-ка не это то не тот план есть еще один сухопутный план да ладно ты хочешь гость не говори что ты хочешь забрать быть гость у меня на северном полисе и почему такой славный город там такие чукчи живут нормально косноязычный не могу выговорить наверно бы ты все-таки нет мы его называем гость можно все было значит направить глазами может как ядерные испытания там провести и в принципе ничего не изменится в городе я там полу надо клетки отдать если отдать ах ты ах ты вакуация не успел еще один ход алексей тоже во всех городах проект научно делать нет ну еще этот ученый ему достанется а и нет почему а этот они от аравии дорогие сандро поделай проект не бывать этому о молодец наверно еще три миллиона осталось у тебя кстати вкусе что у меня гибло строить что ну то есть я сейчас получил два ускорения позже нет уже конечно тебе этого ученого добываешь ускорение не получил чё 2 по 2 ускорения дают ну они с двух ученых взяли я думал бы было два ускорения дают тогда это вообще чем перебор не 23 перебор она мне всех бы стоит веры об из танков модерн там армия недорого 465 без наемников то есть 232 232 модерн танк из обычных из обычных танков армии сейчас проверим он копейка должна стоить не очень там вот 60 где-то вот вашу жмать оранжевая чума по-моему это герой освободители идут нет нет герой освободители может быть только красная армия оранжевая не может блин надо еще отсюда магнуса выбросить что-то блин злая насыщена оу окончились лодочки классика классика слыша немец как войска стягиваю что что видите ты видишь что у тебя по филадельфии вероятно тебя тоже может постичь недобрая участь это почему еще было бы круто чтобы боя нас убили или что-то с ним сделали почему как же его убьет я понял то есть вот эти номерные города это твои города изначально и качечка плакопанты сколько аскопоцарька эти ночи славы тос начальные города боже неужели тянуть то есть ну да такого старта коня хуже старт я помню был когда-то у чувака который на острове сайте сплошным снегом появился вот это и такое помню что за ужасы такое было тут конечно у грея ваш байки сверху краков и радак у виктуса только два города на на море были он тебя там так напрягал ну нет понимаешь у грея у меня было 20 кораблей у грея где-то 24 26 кораблей и у инвиктуса 8 вдвоем они могли реально не убить но потом я в грея убился в хлам осталось 6 и инвиктус привел очень много кораблей я на арон кладах от него отбил привел ты понял что окончился смогли смысл как он не получил рон и сына там дофига в него влетел 55 три брать так он же разбил ну сейчас он будет лечиться но два домика им сразу а.п. фулл байк фулл байк можете демократ демократию открыть ненавижу же созыва интересно я бы сколько я самолетов успел бы построить кажется зажки очень классно бобрами щелкается за два раза я считал что я не успею просто вообще построить успел бы домашними красивый нашел бы открыть хотя бы рай за говно первое которое летает вначале производство сделал я либо иду в модерн птш модерна либо самолета я такой тяжелый выбор тогда лучше я бы на твоем месте самолета шел клетки повтыкать да я не люблю вот этот обуз это да смотри это вроде как обуз но его можно можно убрать то есть это не самое страшное что может случиться с этим и как-то играли самолет на самолета там очень интересная механика у них с истребителями вообще щетка то есть пока ты не начисла одна беда управление ну делал чувак от бога то есть вот он умел делать ну блаженный до скобках не умел и сделал просто божественное божественное управление авиации в игре то есть если вот такая перья как у вас у всех там по 15 16 городов вот они там из 8 тяжело то есть тебе 20 самолетов это нереально за пять минут там просто понимаешь у разработчиков на стримах игра где-то на шестидесятом ходу заканчивалась я не авиацию даже не тестили никогда селяли не страшно в принципе правильно все равно что игра сингл-плеерная как время есть 1 расслабиться на кликать нормально действительно 200 тысяч очень дорог 40 нельзя хотеть 40 можно можно так что надо инженерные гранты так кого-то есть лишнее бабло сандра дает денег узнаете я не буду апать честно честно нету денег посмотри он уже можно да ладно там чуть-чуть есть нету ну тебя 300 400 погоди 100 473 ты построил все домики в коммерческе где только два конечно разглянем вот молодец а вдруг вы шотландец тоже все домики по странам нет да да тоже только он виктор с ничего не построен короче здесь сказал можно и меня королевское общество все оставшиеся заряды строители могут давай чтоб производства за один ход возьму там еще и логистика промышленные зоны ядер и кстати очень прикольно мне нравится здесь можно было бы выйти и кидает на свою территорию ядер ну да можно давай повоем как цивилизованная приехал не в тот район а а и а и и и и и ядерный синтез уже открыто ему осталось робототехнику только открыть и тебе рассказал как я играл очень интересную игру через авиацию дал меня короче и так получилось там в каменном мешке проход был одну клетку он был так счастлив так счастлив у меня было 12 авианосцев которые плавали и все бомбили носа тоже кстати очень плохи там нет повышения на обводительно но количество количество это такая была имба то есть там просто я не знаю что вам как рассказать вот и стреляешь город за один ход убиваешь потом прилетает прилетает которые как типа x кома перешутиста да и и просто просто нафиг захватывает город заход они с аэродрома это савианосцев не кидается они свои территории кидается только со своими да это надо город как поставить а союзной не кидаются сбегаешь можно со своей территории с любой точки кинуть его то есть ты подходишь через гору там смотришь там где-то за горой кто-то живет подсветил торик кинуть до чувака все если танки чуть дольше выходилось можно я просто вспомнил что-то про пятерку как там авиация решала очень становится похоже на тонну на управление нож просто чикарно буду надеяться что патчи 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 нет надеюсь не поплачет что за человек блин как убрать вот эту синюю хрень никак нету мода какого-нибудь лазит которая а ваши войска атакованы в сотый раз не знаю хрена ся раз мораль смотри как бомбят офигеть он заехал ты видишь на медях у хитрый маневр нет с горочки все ребята москак кончились чё там космонавта 151 хоть у него наход больше забывается я думаю все закончится раньше мы что улетишь так не круто там кстати бобрами можно космопорт ломать он сейчас не завершает проект если на нем юнитов нет тяжело же мать наверное можно даже если там проекта нет нет там был баг раньше что один ты его справили вроде это было то в события целая прям года вроде к премию даже вручили кому-то типа починили такой здесь самолет или что значит человеку очень нечем заняться фантом судите до робототехники осталось два хода ну да без шансов короче давайте может прокликаем тогда быстро через два хода улетаешь техники ну так и все это и последняя деталь ты же уже две детали построил осталось последние два года до робототехники ну с рабочим с инженером на сто процентов но выруби там что-то пуску рубанами собрать без проблем короче я shift enter жму где-то там кого убиваешь причем тех этих ребят разработчиков там выложен даже пример как это нужно делать чтобы мы рассмотрели эту жалобу там этих куча багов которые просто ну до сих пор даже неисправно что говорит про идеи сообщества мультиплеер щиков которые которым пофиг на а и там интеллект в целом еще какую-нибудь хрень которые просто говорят вот уберите этот бонус там и срежьте или вот банально и минимальное изменение которое поменяет в корне игру это бонус коммерции когда ты входишь золотой век его резоните на 50 процентов игра станет другой но это никто даже в этом летнем патче который наверно 29 августа выйдет я так понимаю нет моя мечта это этот веточка от стандартизации двс ну ну это это да это прям индустриализация должна коннектиться с танками просто без индустриализации как ты без фабрик танки поставишь никак и без стандартизации тоже никак нельзя сделать массовое производство без стандартизации но получается много надо сделать я бы еще увеличил стоимость апгрейда юнитов например потому что то тупо выгодно строить начальные юниты и апать их это даже по деньгам выгодно если посчитать что ты будешь покупать юнит и вместо того чтобы строить их и апгрейдить все равно выгодит можно даже покупать старые и апгрейдить дешевле чем купить новый именно мы кстати вот над этой темой думали и пришли к выводу что наемники должны не об снижать на 50 процентов цену покупки ставишь карту покупаешь в два раза дешевле но это имба будет ну если убрать другие бонусы с демократии там же нет сейчас бонусы на покупку есть имба будет если это на все юнит а если например на покупку только начиная там нет юнитов где у нас наемники средневековье возрождение допустим то есть ты можешь только рыцари начинать покупать и кавалерию например все начальные ты не можешь покупать с этой карточкой то есть как-то придумать потому что вот этот об и вот эти коляски когда ты перед танками строишь кучу колясок разбираешь там железяки свои просто бред фантом ты чё не за один ход не улетел все-таки не улетаем следующий на этот изучил следующий улетаем что то есть два хода ты строишь для а почему этим ходом не получается у тебя будет все шикарно нету ему что служить короче в нем он есть колес не хватает ну две сотни то есть даже слой ну давай артем заканчиваю же все он улетает шифтон дождь но что же у меня отжалось почему-то наверно ты залез смотреть я же следующим ходом не может разрушить никто потому что у тебя не прозрить вообще нет я не я там ничего не рушь я имею ввиду шпион я прошел карта открыл кто ведь пробовал разрушить этот космопорт у вас дуравлю я только производства те рушу ну один раз один район и это вообще эффекта не оказывает потому что вертикальней играться но смысл космопорт рушить тебе если хотя там все строится за два-три хода на космопорт устанавливается один ход а сколько там 25 процентов должно быть восстановление поломанного района 250 тромки на космопорт чем так быстро восстанавливается интерес не знаю у меня 200 производства столица плюс еще сто процентов инженер плюс там же режется наполовину на онлайн скорости то есть там 450 цена модуля модуля сколько 750 на онлайн скорости цена моду и муки влаху и чуть не сказать карту на 10 слишком велика дурацкая а вот эти грешки сверху от меня причем они еще и как и от меня за грядущих не сразу нашел вероятность говенного старта возрастает просто лучше дата на 8 надо играть и все это прикольно сейчас повезло что только один грей обычно два или три человека вот так как он спонят за да и и у кого-то у одного двоих просто куча места просто куча и хороя а кто-то страдает там в тундре ну вот у американца на самом деле плохое место внизу было очень там тундра причем на клеток 8 снизу вверх там селиться нельзя и у ацтека такая же жопа с местностью у него четыре города и ты там просто как не крути ты никуда не поместишься посмотреть где они были смотри сандра я вот в прошлой игре за францию играл тоже было много на юге тундры и мне кажется вот можно построить города несколько городов максимально в тундре населить маленьких городов просто вот аврору спамять и канал состоит это 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 уже чуть-чуть другое то что с авророй можно играть через тундру это понятно но это я к тому что неравноценные места у людей то что играть в любом месте можно можно вопрос насколько ты будешь адекватен в игре как соперник ну вот я уехать я удивлен что крине вынес американцам что по графику он ему кучу юнитов просто убил а кри потерял сколько раз два три пять юнитов то время как американец потерял в войне с ним 32 юнита ну а посмотри открой график всего юнитов потеряно и все и там тем не менее криво так и не продавил зато сколько вы блин я смотрю вы с грэем на двоих тут все таки сказаться этот бонус 55 этот американский бонус я не знаю у кого там генералы были был ли американцы генерал я просто не понимаю нет америки был генерал у криво балет чем тут арбалет американские мечи это роботы может он не построил театрал q может он не вставил две карточки понимаешь кри возможно него напал так что у него просто не было возможности это театрал устроить они воевали с четвертого хода вот видишь там просто он не дал ему реализовать этих вещей можно было дельфии гляньте филадельфия это американцы там отряда на место на на хорош такой кампус он сюда взял этот коммерческий район короче поставил верен что это коммерческий район американцы так коммерческий район из нью-йорк может это же не он поставил не можешь было сладкий он точно ладно всем спасибо за игру пойду я спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока